добрый день с приходом нового года в россии начинается череда праздников один сменяет другой а у некоторых ну вот как у меня например еще вклиниваются дни рождения родных нелюдей так что праздники идут почти без перерыва пару месяцев с лишним и заканчиваются только 8 марта сколько фантазии нужно проявить хозяйкам чтобы как-то разнообразить праздничный стол чтобы он каждый раз выглядел красиво и не был похож на предыдущий я решил немножко помочь и подобрал несколько рецептов оригинальных блюд на скорую руку конечно нужно заранее запастись необходимыми продуктами муж без этого никак к тому же ингредиенты такие как в рецептах есть в холодильнике почти любой хозяйки начнем да сразу хочу оговориться что приведенные рецепты это не догма а лишь рекомендации и вы всегда можете заменить семгу селедкой перепелиные яйца куриными петрушку укропом ну и далее по списку в списке на первом месте картофельные оладушки с семгой и так вам понадобятся 500 грамм картофеля 1 репчатая луковица 1 красная луковица куриное яйцо 3 столовых ложки муки 200 грамм сметаны 200 грамм копченой семги перец соль по желанию и по вкусу и растительное масло теперь как приготовить картофель чистим и натираем на терке затем тщательно отжимаем перемешиваем и еще раз отжимаем репчатый лук чистим мелко нарезаем и добавляем картофелю слегка взбиваем яйцо вместе с желтком и добавляем его картофелю вместе с мукой солим перчим и тщательно перемешиваем выкладываем тесто ложкой на разогретую с растительным маслом сковородку лучше выкладывать понемногу чтобы оладушки получились маленькими красивыми жарим по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки готовые оладушки выкладываем на бумажное полотенце чтобы удалить излишки масла потом мажем сверху сметанкой кладем немножко нарезанного полукольцами красного лука и кусочки рыбы подавать можно как теплыми так и охлажденными фаршированные перепелиные яйца с семгой и так понадобится 10 перепелиных яиц 2 столовых ложки сыра сливочного или творожного 50 грамм малосоленой семги или форели пару веточек укропа смесь перцев и соль перепелиные яйца отвариваем в кипящей воде до готовности минут 5-6 опускаем их в холодную воду даем остыть и чистим от скорлупы каждое яйцо разрезаем пополам но поперек и вынимаем желтки малосоленую семгу нарезаем маленькими кубиками чем меньше тем лучше укроп тоже мелко нарезаем кладем желтки в небольшую миску и разминаем вилкой добавляем к ним семгу укроп и сливочный сыр все хорошо перемешиваем чтобы получилась такая вязкая однородная масса перчим солим по вкусу можно вообще не солить если хотите и еще раз перемешиваем аккуратно фаршируем половинки перепелиных яиц попарно соединяем и скрепляем шпажками или зубочистками закуску можно подавать на салатных листьях на капустных сверху салата как удобно вкусно замечательно просто семга с муссом из авокадо возьмем два авокадо 1 лайм или лимон 100 грамм жирных сливок один лист желатина одну пачечку желатина у кого что 100 грамм копченой семги перец соль семгу нарезаем небольшими кубиками сбрызгиваем соком лайма или лимона перчим и добавляем немного цедры все тщательно перемешиваем и убираем холодильник замачиваем желатин в холодной воде обязательно в холодной взбиваем большую часть сливок в крепкую пену а остальные нагреваем в сотейнике растворяем в теплых сливках желатин мякоть авокадо разминаем вилкой в пюре добавляем цедру лайма солим перчим и смешиваем с теплыми сливками затем аккуратно добавляем взбитые сливки чтобы пена не осела выкладываем мусс из авокадо в подходящие стаканчики и сверху кладем по кусочку семги даем немного остыть при комнатной температуре затем ставим в холодильник до полного охлаждения подаем закуску охлажденной помидорки черри с креветками и сливочным сыром 20 помидорок 20 вареных мороженых креветок 200 грамм сливочного сыра и соль вот и все что нам для этого понадобится помидорки моем и обсушиваем бумажными полотенцами отрезаем у каждой помидорки верхушку и аккуратно удаляем мякоть внутри слегка подсаливаем переворачиваем на бумажное полотенце чтобы сок немножечко стек из них креветки в это время отвариваем подсоленной воде и откидываем на дуршлаг чистим удаляем головы хвостики кому нравится можно оставить так покрасивее будет наполняем помидорки сливочным сыром это удобно делать при помощи кондитерского мешка или полиэтиленового пакета с отрезанным кончиком втыкаем в сыр креветку хвостиком вверх все закуска готова слоеное канапе из семги с икрой 300 грамм сливочного сыра 6 ломтиков ржаного хлеба 200 грамм копченой семги 50 грамм красной икры 1 чайная ложка лимонной цедры 2 чайных ложки свежего лимонного сока горсть мест мелко нарезанного лука можно заменить в принципе любой зеленью перец соль как мы это все будем готовить сливочный сыр слегка взбиваем добавляем к нему лимонную цедру лимонный сок зелень и соль и перец тщательно перемешиваем вырезаем из ломтиков ржаного хлеба прямоугольники или квадратики как кому интересно щедро смазываем каждой сырной смесью сверху выкладываем тонкий ломтик рыбы стараемся чтобы точно подошел по размеру еще раз смазываем сырной смесью снова кладем кусочек рыбы и также третий раз потом срезаем края у бутерброда чтобы получился ну так называемый бутерброд перфекциониста ровные одинаковые и ставим их в холодильник на час если хочется разрезаем бутерброды на маленькие канапе если нет оставляем как есть сверху выкладываем равномерным слоем красную икру вот и все можно подавать рулетики из ветчины с сыром возьмем две столовые ложки оливкового масла 2 чайных ложки лимонной цедры одну столовую ложку лимонного сока 170 грамм сливочного творожного или козьего сыра 2-3 зубчика чесночка 12 ломтиков ветчины пол стакана руколы и пол стакана инжирного джема но это уже по желанию в небольшой миске смешиваем оливковое масло лимонную цедру и лимонный сок смесь отставляем в сторону в другой миске смешиваем сыр и чеснок покрываем тонким слоем сыра каждый ломтик ветчины затем смазываем слоем джема сверху кладем листья руколы обрызгиваем смесью из масла и лимонного сока приправляем по вкусу черным молотым перцем скручиваем ветчину в ролл и кладем швом вниз так выкладываем все готовые роллы на тарелку и подаем тарталетки с курицей и грибами вот вообще мне очень нравятся тарталетки своей такой универсальностью положить внутрь можно все что угодно ну вот на этот раз сделаем с курицей и грибами 500 грамм куриного филе 400 грамм шампиньонов 300 грамм любого сыра который больше нравится больше вы любите 2 луковицы 1 стакан сливок и 12-15 готовых тарталеток ну и соль конечно лук чистим мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета куриное филе режем на очень мелкие кусочки и отправляем к луку на сковородку жарим минут десять затем добавляем порезанные грибы и жарим еще пять минут на противне расставляем готовые тарталетки и выкладываем в каждую начинку с горочкой заливаем в каждую корзиночку немного сливок и посыпаем сверху тертым сыром отправляем противень с тарталетками в духовку минут на 15 при подавать шампиньоны в кляре для этого вам понадобится 200 грамм собственно самих шампиньонов главное чтобы они были небольшие аккуратненькие 2 яйца 100 грамм молока 50 грамм муки 50 грамм панировочных сухарей 1-2 стакана растительного масла точное количество зависит от вашей емкости для жарки грибы должны плавать в масле перец по вкусу и соль шампиньоны моем чистим от кожицы и варим в подсоленной воде 10 минут яйца взбиваем в глубокой миске вместе с молоком отваренные грибы опускаем в яичную смесь затем обваливаем в муке потом еще раз обмакиваем яичную смесь и обваливаем уже в панировочных сухарях опускаем грибы в кипящее масло и обжариваем до золотистой корочки подаем горячими со свежей зеленью и овощами но вкуснее конечно со свежей зеленью закуска елочные шары вам понадобится 300 грамм куриного филе 200 грамм твердого сыра полстакана грецких орехов чеснок по вкусу небольшой пучок укропа петрушки несколько оливок до украшения майонез майонез можно заменить другим соусом по вкусу как будем готовить филе куриной грудки моем и кладем в кипящую подсоленную воду варим 15-20 минут вынимаем остужаем мясо режем на мелкие кубики сыр натираем на мелкой терке петрушку и укроп моем обдаем кипятком и мелко нарезаем чеснок пропускаем через чесночницу чеснокодавку или трем на мелкой терке все перемешиваем и заправляем майонезом оставляем настояться 20-30 минут пока смесь настаивается измельчаем в ступке или блендере грецкие орехи оставляем в сторону на время из полученной смеси формируем шарики и обваливаем в измельченных грецких орехах оливки разрезаем и кладем на шарик сверху получается как держатель шарика как на новогоднюю елку из стеблей зелени делаем петельки на наши елочные шарики можно подавать к столу смотрится просто невероятно красиво ну вот закончились у меня мои рецепты счастливых вам праздников мира вашему дому до свидания изменения и и и и и